Сейчас новости технологии. С ними Филипп Трофимов, ведущий программы Вести.нет. Филипп, приветствую. США полиция задержала роботонарушителя. Как полицейские общаются с машинами? Добрый день. Это отдельная история. Как выяснилось, для этого требуются целые инструкции, протоколы, специальные тренинги для сотрудников полиции, ну и особый раздел в обучении самого робота. Но об этом чуть позже. Начнем с телевидения России. Сбер опередил Яндекс в зачете производителей телевизоров. Более того, если считать в проданных штуках, то опередил чуть не в пять раз. Пять процентов против одного с небольшим процента российского рынка телевизоров в целом. Такие данные приводит издание Forbes со ссылкой на исследование холдинга F-плюс по итогам первых шести месяцев этого года. По версии аналитиков, если темпы производства и поставок сохранятся, то к концу года вообще каждый десятый продаваемый в стране телевизор может быть зеленым логотипом. Если же считать в деньгах, то разницы между двумя брендами существенно меньше, по крайней мере в данный момент. Объясняют это тем, что средняя стоимость Сбер ТВ вдвое ниже, чем у телевизоров Яндекса, в последней модели которых и телевизорами-то, строго говоря, можно назвать с некоторой натяжкой. В них вообще нет ТВ-тюнера. То есть принимать обычный телесигнал они не могут. Не только то, что доступно через интернет. Интересно, что по данным контрактного производителя телевизоров STI Group, которые приводят коммерсант телевизоров различных марок, права на которые принадлежат российским компаниям, в первом полгода продали на 30, а в каких случаях вдвое больше, чем год назад. При этом по версии тех же источников, с учетом замещения сугубо импортной продукции, за лидерство на российском рынке умных телевизоров бороться смогут все равно только экосистемные компании, то есть Сбер и Яндекс. Впрочем, не всем пользователи рассматривают экосистемность как безусловный плюс. Некоторые особо тревожные беспокоятся насчет того, что удобство этой экосистемности неизбежно означает необходимость делиться персональными данными, как минимум со всевозможными рекомендательными алгоритмами и с механизмами таргетированной рекламы. Решение предложил датский жене Карл Риис. Он разработал и выложил в открытый доступ собственную начинку для смарт-ТВ. В качестве аппаратной части он использовал старый негодный ноутбук в качестве программной операционной системы Линукса и браузер Firefox. Он считается чуть ли не самым приватным, и он единственный из актуальных, что построен на своем собственном движке, а не на базе гугловского проекта Хромиум. Ну, если, конечно, не считать сугубо внутриэппуски и Сафари. Собственно, весь интерфейс альтернативного смарт-ТВ отрисовывается именно в браузере, а иконки приложений – лишь ссылки на веб-версии сервисов. И никакой рекламы или навязчивых предложений. Тезис о непогрешимости беспилотных автомобилей поставлен под сомнение. В США опубликовали видеозапись с регистратора сотрудника Дорожной полиции, который был вынужден остановить роботакси Waymo, ну, суть Google, в городе Феникс, что в штате Аризона. Поводом для вмешательства полиции стало то, что робомобиль проехал на красный и покинул перекресток по встречной полосе. Впрочем, в самой истории может быть даже интереснее то, как выстроены взаимодействия правоохранительных органов с роботами на дорогах. Во-первых, беспилотник опознал полицейскую машину и выполнил требования остановиться. А во-вторых, опустил все стекла и организовал возможность полицейскому поговорить с удаленным инженером. Что, впрочем, не отменяет факта нарушения, ровно как того, что в том же Фениксе Waymo ранее снималось с линии 600 робомобилей для обновления прошивки, после того, как один из них въехал в столб. В итоге, с одной стороны, по статистике, беспилотные автомобили попадают в неприятности существенно реже, чем живые водители. А с другой, тех самых живых водителей раздражает несправедливость. Людей за нарушение штрафуют, а роботам просто обновляют ПО. Ну, от неизбежного будущего к воспоминаниям. Китайская компания Linklong анонсировала компьютер, полностью умещающийся внутри клавиатуры. По большому счету, это не то чтобы какая-то новая идея. Именно такими были первые действительно персональные компьютеры в первой половине 80-х. Commodore 64 от Ареста и вот этот вот советский электронник БК-0010. Только в нынешнем прочтении этого форм-фактора внутри действительно довольно производительная комплектация на базе AMD Ryzen 7 до 32 гигабайт оперативной памяти, до 1 терабайта накопителя и аккумулятор, как уверяют, на 10 часов работы. Еще интереснее, что подобно походным блютуз-клавиатурам, оно еще и складывается пополам, превращаясь в совсем карманное устройство, к которому так и просится представленный на днях портативный монитор Вайо. Под этим брендом некогда свои ноутбуки поставляла Sony, но ровно 10 лет назад они отпустили это подразделение в свободное плавание. Вайо Vision Plus с диагональю 14 дюймов весит всего 300 грамм и толщиной меньше 4 миллиметров. При этом, как уверяют, невероятно прочные. Тому, как тестируют эти мониторы, даже посвятили несколько отдельных видео.